всем здравствуйте у нас очередная встреча наш с вами про разработку под linux вот и сегодня мы будем разбираться make файлами точнее секундочку вот это чтобы не возникало на экране точнее не даже не смог файлами а вообще ситуация когда вашем проекте больше одного файла и что с этим надо делать как это все как-то все должно быть организованы так далее у сегодняшней лекции будет один небольшой недостаток я как раз подождал а для того чтобы признаться в этом прямом эфире я ее готовил по провокации присутствующего здесь степана в результате так случилось что готовилась в субботу вот с тех пор что-то из моих из моей головы могло слегка а повыветрится поэтому ожидайте значит тупление в эфире ничего не поделаешь так бывает когда коллекции не готовишься за полдня до и начать вот значит что касается многофайловой сборки почему вообще в проекте бывает много файлов вообще-то дисциплина программирования такая да не писать все в один файл хотя в моей жизни были программы выглядящие как один большой файл на си одна из таких программ в течение полутора лет вызывала попытку компилировать компилятором гцц взывала кори дамп потому что гц просто не справлялась когда я туда заглянул в эту программу большой носи выяснил что это несколько десятков тысяч строк кода представляю собой нет нет и не тысяч несколько тысяч строк кода посталось собой один большой кейс вот скорее всего автогенерат это было эмулятор какого-то значит процессора видимые зависла описание кто-то значит написал на коленный генератор от генерации генерал в общем он не компелялся ну вот значит вообще-то дисциплина программирование на любом языке советует нам по разным по разным принцип принципам организовывать наш проект из нескольких файлов а что касается программирования на си то это единственный способ разделить глобальный namespace у вас в каждом в каждом файле на си могут быть глобальные перемены да это единственный способ сделать так чтобы они входили значит в область видимости тех функций которые описаны в этом файле и не входили если вы экстерна не сказали в область юности функций которые на других файлов то есть таким образом естественным проект написанные на си распадается на файлы просто просто ради того чтобы из каждого из них сделать такое пространство имен который не нужно видеть в другом в другом файле или нужно но достаточно написать экстерна там парочку функций вот значит разумеется если проект очень большой то есть еще и удобство некоторой компиляции потому что если вы файл не меняли вы компилируете до объектного и в таком виде лежит вы поменяли один файл из там десяти тысяч компилируете один вал здесь ты тысяч до объект но и дальше собираете результат вот естественно по именно помимо того что вы чисто технически обеспечиваете разные пространства имен вы еще и коммуникации через код структура вашего проекта структура вашего проекта будет как-то намекать на то как он выглядит чем он посвящен короче говоря короче говоря это тоже довольно важно вас мы с вами будем рассматривать вот такой примерчик чутом куда-то да вот такой примерчик вот у него есть значит репозиторий в этом репозитории даже проделана чуть больше работы с говорю меня спровоцировали до меня как это на слабо взяли значит в котором будет сразу несколько файлов из которых будет собираться тупенький проекте вот этим мы с вами сейчас будем заниматься вот я буду подглядывать то в одну шпаргалку то в другую с вашего позволения вернись я все прощу вот я буду подглядывать в одну шпаргалку то в другую в общем только надо сейчас мог вот и вот простейший make файл вот вот куда-то мы сейчас все это и загляни заглянем вот значит вот у нас есть некий проект в котором есть четыре файла и это у файл с нашей программой такая программа вот супер 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 программа как бы то что она делает трудно сказать но видимо она выводит все свои параметры до той сейчас я ключик все заберу вот забрал себе ключик вот да значит сделаем здесь это у нас называется сегодня мультифайл вот туда перейдем и там будем значит упражняться да значит вот у нас есть несколько файлов вот этот называется прок . си вот мы прям его сделаем вот так вот не глядя и в этом прок . си будет минимум минимум всего вот давайте на него посмотрим более подробно минимум всего значит во первых какой-то непонятный include какого-то include ника там видим описаны функции из нашего api которым будем реализовывать да и и кажется он просто количество он выводит первый параметр и если он есть а если нет тут они возят ну короче сша бессмысленный код вот единственно что единственное что нас интересует здесь это функция output которая которая описана в библиотеке она так и будет называться функ . sin не библиотеке ну короче вот вот она вот функция output чудесным образом оказалась обычным printf с двумя параметрами окей ладно вот и теперь значит все это надо обмазать чем это надо обмазать во первых отдельным файлом с константами вот которые будут импортироваться то есть это глобальные переменные которые будут видны в рамках всего проекта вот и и и хитер файл к нему вот и хитер файл к нему в котором будут собственно объявлены давайте я сделаю вот так вот а тогда не будет проблем это было т и неправильно написал но сейчас будет аж ой вернись я все прощу а а а вот так ну вы в да значит вот есть такие четыре файла предположительных можно сказать просто тупо сказать cc звездочка то есть и минус опрок и все будет хорошо вот еще раз повторяю довольно дурацкая программа которая выводит три сообщения одно из которых это либо первый параметр командной строки либо ничего но если его нет что сейчас произошло мы образовали несколько кусочков кода вот причем с точки зрения синтаксиса си они устроены таким образом что у нас есть глобальная переменная видная из двух сразу мест у нас есть описание функции которые объявлены в другом месте вот здесь и мы значит таким образом комбинируя это инклюдо делаем делаем непротиворечивый файл давайте посмотрим насколько он не причине протереть не противоречив он достаточно непротиворечив вот значит мы сейчас поступили именно так как мы не хотим поступать в будущем а именно мы скомпилировали наш проект путем трансляции всех файлов в нашем каталоге всех трех да если их там миллион значит всего миллион вот это может быть долго а в каком случае произошла линковка этого всего дела там же cc сначала их транслировал а потом из-под себя вызвал линкер мы еще не посмотрим кажется мы в прошлый раз это не смотрели мы еще сегодня посмотрим насколько это безумная штука попытаться слинковать ваши файлы не с помощью cc а с помощью ld непосредственно вот значит я надеюсь мы посмотрим кажется этот пример тоже редактив так что ну смотрите давайте уж поскольку это тема одного из наших будущих занятий кругов минус инф о давайте сделаем вот так и почитаем его красиво минус фуууу вот вот сколько у нас и gd kиях всяких вызовут ли цagua у просто такой целевой компилятор он определил 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 архитектуру. Сам по себе CC вызвал сначала CC1 при процессор. Причем вон… А, нет, при процессор тут что-то не было. Почему не было при процессор? Странно. Ну, не важно. Он вызвал CC1. Этот CC1… Потом вызвался ассемблер. Ассемблер. А, еще раз CC1, еще раз ассемблер. Так все файлы по очереди, видите, он обрабатывает. Ассемблер, как вы понимаете, вырабатывает в финальный некоторый объектный код. Минус О, да? Вот, минус О, чего там? Вот, вот он, объектник. Вот объектный файл, который в результате получается. Вот он. Вот, вот он. Видите? Вот. Временный. Вот. Дальше он, значит, их нагенерил три штуки, этих объектных файлов. А дальше он вызвал волшебную утилиту Collect2, который является в рапером вокруг утилиты LD, которую он вызвал с вот таким количеством параметров. На самом деле тут их еще больше. Видите? Тут, 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 тут. Ну, короче, вы поняли. Вот. Так что все это не так просто. Но, слава богу, CC1 за нас позадокился. А именно техникам как собрал на какие-то просто наборы символов? Да, именно случайные. Просто случайные наборы символов? Конечно. А попасть пальцем в небо дважды в одно и то же название? Я думаю, что там есть какой-то алгоритм, который позволяет это не сделать. Потому что он пользуется, я думаю, системным вызовом TMP-файлов, точнее, C-шним вызовом TMP-файлов, который ровно ради этого придумал. То есть есть в C-шной библиотеке соответствующий вызов. Он называется TMP-файлов. Слушайте, если у вас 100-500 файлов, а вы конкретно TMP-файлу вот тут вот скажете, паттерн, у которого мощность меньше 100-500, я думаю, он вас обругает. Уважаемый отличная функция, насколько помню, называется МКТемп. МКТемп, да, совершенно справедливо. Я думаю, что он ее вызывает. Давайте попробуем. Что же мы это самое? Но это надолго. Это очень надолго. Мы сейчас третим вообще все библиотечные функции. Давайте я не буду это сделать. Вот все-таки TMP-файл. Не МКТемп. МКТемп это какой-то макрос вокруг него. Ну, короче, вот. Давайте мы этот O удалим, а то он уже и так вырос до хороших таких размеров. Это мы еще не дождались результата. Так, это все материалы из следующих лекций. Что вы меня провоцируете? Вот. А значит, давайте мы все-таки сделаем какой-нибудь тупой МКТ-файл для этого дела. Прям тупой. Примерно такой, как вы должны были сделать для домашнего задания по прошлой лекции. Да, вот. Ну, реально, вот. Обратим внимание на то, что почти наверняка у меня на сайте есть пробелы, есть проблемы с пробелами и табуляциями. Вот, потому что МКТ-файл такой, точно. Вот здесь вот есть табуляции. А, здесь тоже нет табуляции. Вот табуляция. Вот. Как видите, здесь написано абсолютно то же самое, что написали из командной строки. Да, мы просто сейчас задействуем МКТ-файл, чтобы он, МКТ-файл, как-то позаботился о, значит, процессе сборки. Вместо того, чтобы указывать, указывать все, значит, руками, можно сказать просто МКТ-файл, а он говорит, не надо, он тогда МКТ-файл. Вот. Значит, вообще-то это можно было сделать и скриптом. Подумаешь, написать скрипт вот такой и вот такой. Да, мы сейчас не пользуемся свойствами МК-файла, составлять дерево зависимостей, граф зависимости наших объектов и конструировать только один из другого. Тем не менее, такой граф зависимости есть. Вот. А, ну вот, вот. Я как раз хотел показать, как выглядит компоновщик ровно в этом месте. Мы это уже почти посмотрели. Но раз уж пошла такая пьянка, давайте еще раз посмотрим. Тогда только надо и стрейс сказать ему. Минус В, минус С1024. Вот. Вот, значит, с такими параметрами на самом деле был запущен... А, это переменное окружение у нас не интересует. Вот это, обратите внимание, блок параметров командной строки, который был запущен для сборки первого из файлов. Вот это вот временное его название целевого ассемблерного файла. А вот это вот, какие-то флаги по умолчанию, которые к нам приехали, которые к нам приехали, значит, из... И вот это, приехали из настроек по умолчанию. Вот. Значит, это был ассемблер, который превратил наш файл из ассемблерного в объектник. Это снова ассемблер. Итак, и мы идем, пока не дойдем до сетового пресловутого коллекта 1. Давайте его поищем. Вот и они. Вот. А вот это... Че? А как он назывался? Два. Он два, точно, конечно, коллект два. Вот. Вот этот коллект два. У него даже ман есть, если что. Че, нету? А был? Ну, хорошо, ману, может, у него нету, но он же уже... А, слушайте, это внутренний утилит, а нет по нему мана. Ману по нему нету, зато, знаете, что по нему есть? Хилл. Причем на русском языке. И это... Хорошая такая, развесистая штука. Он еще не кончился. Да блин, где же у него начало? Вот. В Роб Линкер... То есть это специально написанная разработчиком ГЦЦ обвязка вокруг Линкера, вокруг ЛД с вот таким количеством возможностей. Вот. Это, значит, что касается коллект два. И, как видите, блок командной строки в этом коллект два уже нехилый. Там всякие каталоги указаны, характеристики указаны, да, дополнительные внутренние библиотеки, например, ЛИПСИ и ЛИПГЦС. Вот. И так далее, и так далее. И ЛИПГЦС. Ну, в общем, куча всего. Вот. Всего. Ну вот. И вот, наконец, запущен ЛД, у которого командная строка вот такая. Мы внезапно обнаруживаем в этой командной строке ЛД упоминание не только нашего файла, который у нас тут сгенерился. Вот эти вот файлы. Вот эти вот файлы были сгенерены из наших сишников. Ну и, например, стартапа, привязанного к конкретному терминалу. Стартапа общего, который, а нет, наоборот, это просто стартап, а это какой-то второй стартап. Еще где-то шатдаун должен быть. Вот. Вот он. То есть исполняющая система C в наш файл добавляет, взятые из специального места, а это прям специальное место в компиляторе C, вон, видите, путь, где оно хранится. Дополнительные кусочки кода, которые будут, собственно, запускать исполняющиеся, там, спамить инициализировать, вот это все. А потом, значит, все это вот денициализировать, убирать и так далее. Вот. Так что поразить руками вот такую, вот такую команду мы, наверное, не сможем. Скажем так, наверное, сможем, но не захотим. Вот. Так что мы вместо этого будем говорить CC, и нам все будет, как бы, все будет делать задачи. Вот. Что касается, что касается Мэйка, то, как мы с вами видели, он такие задачи должен, призван решать. Вот. И основные свойства Мэйка, как системы сборки, состоит в том, что он строит динамический граф в зависимости объектов. То есть, прямо вы вам показываете Мэйк файл, как этот самый рецептурник такой. Он все эти рецепты загружает себе в голову. Что-то там такое, значит, с ними выстраивает, что из чего можно сделать или можно было бы сделать. Мы видели в прошлый раз, что он умеет угадывать. Вот. Мы об этом сейчас еще поговорим. Дальше, на основании этого графа, он анализирует, какие из таргетов в наших рецептах устарели. И требует пересборки по отношению к источникам наших рецептов. После чего он запускает только те рецепты, именно в том порядке, в котором... Ну, короче, линеализирует этот граф зависимости. И запускает рецепт в том порядке, в котором они должны приводить к успешной сборке. Вот. Более того, забегая вперед, кажется, мы это не будем явно в курсе рассматривать. Мэйк поддерживает параллельную сборку. Вы можете запустить, если у вас хватает ядер и пропускной способности дисковой системы, можете запустить сразу несколько, скажем, компиляций. В случае, если между сорсами и таргетами этих компиляций или преобразований нету зависимости. Почему бы не запустить их столько, сколько можно? Там есть отдельные темы. Про эти темы мы, наверное, будем говорить чуть позже, если будет. Вот. Тем более, что в нашем примере, как мы уже видели, по разглядывая дамп этого самого стрейса, именно так и происходит. У нас есть исходники на си, потом там еще здесь пропущены. Получаются исходники на ассемблере, потому что си-шный компилятор вообще-то генерирует ассемблерный код. Оптимизация происходит на уровне ассемблерного кода. Потом, значит, оптимизация эта произошла, генерируется объектник. Из этих объектников собирается бинарник, а может быть, даже эти объектники собираются в так называемой библиотеке. То есть отдельно сложные, значит, вот, например, библиотека Лепси, она ровно так и устроена. Это вот объектники, собранные в одну кучу. Вот. И если такая штука соблюдена, то если мы меняем один файл на оси, то в результате что нуждается в пересборке? Объектник из этого файла порожденный и бинарник, порожденный с участником этого объекта. Больше в целом ничего, если только нет каких-то еще зависимости от этого файла у кого-то. Вот. И это первая главная задача Мэйка, с которой он отлично справляется и, вероятно, который был написан много-много-много, очень много лет назад. И развивается до сих пор, разумеется. Вот. Вторая задача Мэйка – это выполнение каких-то других рабочих тасков в рамках вашего проекта, потому что они отлично описываются в виде таргета и рецепта. Таргет и рецепт. Единственное, что у этих таргетов может не быть файла, отвечающего за результат, потому что, помните, clean, да? Пожалуйста. Вот нет файла под названием clean, а рецепт есть. Что это будет означать для мэйк файла? Каждый раз, когда вы будете делать мэйк клин, он будет запускать этот клин, потому что файла нету, а он верит в то, что он появится в результате. Очень удобно. Обычно для этого еще пишут в фоне, кажется, да? Фоне еще пишут, что, видимо, чтобы мэйк не решил, что если вдруг файл-клин нашелся, то он уже сделан. Не еще, а ровно для этого. Не дай бог у вас в этом самом, в вашем каталоге появится файл-клин, тогда вот эта логика, что надо пересобирать в любом случае, внезапно не заработает. Потому что у него зависимости нету, только вот. А если вы записываете в фоне, значит, означает, что это вообще не файл, будь добра, считай, что этого таргета нету никогда. Так вот, служебные таски. Вот, например, удаление мусора генератов. Причем генераты бывают двух видов. Генераты бывают какие-то промежуточные, там, объектные файлы, которые вам нафиг не нужны. И бывают генераты, которые для вас являются генератом. Например, вы собираете библиотеку, а потом компилируете с этой библиотекой финальный ваш бинарник. Ну вот, значит, да. Так, некоторые уже откидываются потихонечку. Ну ладно, сейчас мы до чего-нибудь дойдем. Вот. А еще, поскольку это рецептурник, эти рецепты можно переиспользовать. Мы, кажется, в прошлый раз даже руками задавали какой-то паттерн по сборке. Вот. Эти рецепты можно переиспользовать и тем самым изрядно сократить объем кода, который вы в мейкфайл вписываете. Мы, кажется, в прошлый раз смотрели, как выглядит дамп мейка. Вот. Это вот переменные объявленные, а тут начинаются рецепты. Причем рецепты вот в том формате, который мы уже смотрели в прошлый раз. Как сделать из файла на фортране бинарник? А надо взять, значит, и вот. Или как сделать из файла на… кто же это? П. Пальскаль, наверное. Как из него сделать объемник? Надо запустить компилятор с языка П. Вот. Ну, короче, в вашем. И вот таких вот таких рецептов тут довольно много. Ватс. А что будет эти рецептическую… Она их определит, потому что динамическое построение графа и обругает вас. Ватс. В этом смысле как раз с мейком все хорошо. Главный недостаток мейка, мы будем про это говорить позже, это именно, что построение графа динамически. Если у вас миллион файлов, то он будет сначала миллион времени их жевать. Вот этих. Если вы написали какой-то чудо-проект и сгенерировали в качестве мейкфайла, не руками написали, а сгенерировали его какой-нибудь утилитой, и там их миллион этих таргетов, ну, ждите, что у вас будет задача, значит, линеризации графа из миллионного узлов. Происходить прямо сейчас. Как выглядит мейкфайл? У мейкфайла, мы уже это поговорили в прошлый раз, но давайте еще раз посмотрим. У мейкфайла есть цель, есть исходники, есть рецепт. Кажется, надо сейчас поменять немножко. Да. Кажется, надо вот сюда переходить и смотреть, что будет дальше. Давайте мы чуть-чуть этот рецепт преобразим в более человеческий, потому что он сейчас выглядит как… Вот. Сначала мы его разбросим. Решим задачу раздельной компиляции. Чтобы не происходило так, что мы вот меняем один файл, смотрите, не нужно сделать. Сейчас мы вот, скажем, конст c, меняем один файл, а он перекомпилирует вообще все. От начала до конца перепекомпилирует, потом компонует, все. Давайте решим задачу сначала, как избежать пересборки. Ну, понятно, как избежать пересборки. Мы должны сказать, что прок собирается из файлов конст o. О, я сказал. Фунт, понимаешь ли, o, и прок, понимаешь ли, o. Вот. А каждый из таких файлов, этот самый конст o, это что там? cc минус o, нет, минус c, да, минус o доллар таргет. Маленькая, да? Вот. И сделан из конст точка c. Я специально сейчас вот делаю так, а не так, как сделаю потом, чтобы шаги не пропускать. Значит, здесь у нас будет фунт точка o, да? А здесь у нас будет прок точка o. Вот. Если мне... Поясните смысл этих вот ключиков с доволенными. Да, давайте еще раз поясню, у вас просто раз не было, кажется. Короче, вот этот таргет похож на мишень. Это, значит, цель, которая слева стоит. Вот это первый в списке исходников. А, то есть просто шуркаты такие. Да, такие шуркаты. А это cc, это все исходники. Минус l, никакого l не нужно, минус o, proc. Таргет. Во. Так, ну давайте пробуем. Во-первых, make. Обратите внимание, что немножко по-другому она теперь себя ведет. Вот, понятное дело, мы сказали, что есть промежуточные файлы, которые нужно сгенерить. Мы их сгенерили, потом из них собирается это самое. Вот они все лежат, тут эти промежуточные файлы. Соответственно, в clean, наверное, надо добавить еще z.o. теперь давайте поверим, как это работает, если мы изменили только один файл. Все по заявленной функциональности. Файл const c изменился, у него таймстемп изменился, значит, его надо пересобрать, а значит, надо пересобрать также и следующий, зависящий от него таргет, это prog. Все остальные файлы пересобирать не надо. Вот. Тут, правда, есть один недостаток, который мы сейчас попробуем исправить. А, нет, сначала мы исправим, конечно, очевидный недостаток, тем более, что мы на прошлой лекции видели, как он исправляется. Что это за три одинаковых строчки? Да, давайте напишем pattern. Это же так легко. Сказать, что файл o из файла c делается запуском, вот компиляторы cc. Кажется, это все. Процент это, типа, каждый такой файл? Да, 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 это такой шаблон. Почему процент? Ну, просто в терминальных командах обычно звездочка. Смотрите, во-первых, неизвестно, кто первый появился, мэйк или звездочка в шелле, рили, вот. Во-вторых, наверное, значит, правильной была идея не делать так, чтобы пользователь, глядя на этот текст, думал, произойдет сейчас подстановка, говорит, не произойдет. Смотрите, звездочка, это замена. Эта штука, это эквивалент, потому что мы просто написали цель, в которой вместо вот этих вот шорткатов указали бы звездочка .c, звездочка .o. Нет, потому что у синтаксис мэйк другой. Да? Но да, в том смысле, что... Ну, просто понимаете, да, звездочка .o с точки зрения человека, который знает, там, условно shell, это другое. Это не один файл с решением .o, а все файлы с решением .o, понимаете? Поэтому это немножко другой, семантика другая в этих вот. Ну вот, значит, мне кажется, что там все должно быть работать. Обратите внимание, что я ввел традиционный для таких штук target all, который стоит первый, и вы перечисляете, что именно нужно собирать из всего набора, чтобы он заработал. Ну а дальше оно, видите, само среагировало, оно отлично, значит, работает, оно после touch'а отлично, значит, собирает один таргет, все, значит, вот, ничего не поменялось. В этом, в этом, сейчас я посмотрю, кажется, пришло время, пришло время рассказать про... Нет, не пришло. Окей, значит, зачем я тут... Зачем я тут ввожу вторую функцию? Я забыл, зачем я тут ввожу вторую функцию, но давайте пойдем у меня на поводу, раз уж такая штука есть, давайте мы ее и скопируем. Значит, мы, во-первых, добавляем в библиотеку еще одну функцию. Окей. Вот. Что тебе не нравится? А, слово version. Слово version ты не узнаешь, солнышко, потому что оно лежит в другом файле. Вообще оно лежит в outlib.h. Я, кажется, помню. Этот проект, там в задумке был еще сделать генерат, чтобы версия генерировалась по номеру, но я решил вам мозги не парить, и поэтому не сделал этого. Значит, слово version, вот, пожалуйста, лежит в ваш файле. Вот. Кажется, language service с этим не справляется. О, справился. Отлично, спасибо. Спасибо, CCLS, что ты с этим справляешься. Вот. Ну и у нас немножко, видите, поменялся, немножко сильно поменялась полностью код нашей функции. Он теперь хотя бы выводит все. Он выводит все. Все. Что-то я как-то вот копипаста у меня сработала не очень. Опять табуляция, не табуляция. Ладно. Сейчас придумаем что-нибудь. Ой, секунд. Да что ж такое-то? О, что это было? Да, наверное, хочется. Но оно и самоумеет. Vim и самоумеет более-менее. Тут, правда, топ-стоп почему-то два. shift-width два. Давайте сделаем четыре, как в питончике. Я уже все, я извращен питончиком. Я люблю теперь четыре. Вот. Значит, ну вот. Ну, какой-то код на C, который всего лишь выводит все эти самые, значит, вот мы все это сделали. Мы какой-то файл не поменяли. А, нет, все файлы поменяли. Все файлы поменяли. Ну, хорошо, пробуем мы. Вот он даже help умеет выводить. Красотень полная. Вот. Зачем я это сделал? Я не знаю. А, у нас будет генерат. У нас будет генерат из генерата. Вот. Вот зачем я это сделал. Так. Мы на самом деле все еще не дошли до одной интересной штуки, до которой я надеюсь все-таки дойти в истории этих коммитов. Вот. Не понял, ну ладно. Не буду вмешиваться, значит. Да, значит, у нас в результате получается вот что. Традиционно, когда мой файл маленький, мы, значит, в генератах, среди генератов указываем все, что может быть, что нам нужно и что нам не нужно. Вот. В принципе, это не совсем правильная дисциплина. Надо делать отдельно, отдельно, значит, все, что нам не нужно совсем. Вот. Ну, пока вот auto никакого нет. А отдельно надо указывать генераты. Это такие файлы, которые нам все-таки нужны. Да. Пока так. Ну, а здесь, конечно, вот, значит. Обратите внимание, что это не шелл, в скобочке круглые, а не фигурные. Вот. Не прог. Трэш. Разницы, я думаю, никакой. Вот, значит, но, по крайней мере, мы будем добавлять туда и туда. И мы, например, можем, знаете, что сделать? Мы даже можем сделать, если уж на то пошло, разделить удаление трэша и удаление генератов, которые нам нужны. Вот. Вот. Да? Значит, если мы делаем make clean, то прог не удаляется, он потому что нам нужен. Ну, мы собираемся там запускать, устанавливать, неважно что. А если делаем disk clean, то удаляется вообще все. Абсолютно как это. Я всего лишь, всего лишь показываю, что цели могут быть вложенные. Да? Вот. Кстати, disk clean тоже. Вот. Цели могут быть вложенные. Сделаем, как я уже говорил, еще файл readme. Сделаем файл readme, который будет зависеть от наличия файла прог. И мы его запустим вот так вот. Таргет. Только, кажется, надо еще вот так. Давайте посмотрим. Но, кажется, я примерно так сделал. Что там еще от нас хотят? Да, ровно так я и сделал, только два. Но, неважно, неважно. Да, фактически я все, да. Тут еще в трэше можно перечислить разные файлы, которые я люблю заводить сам. Вот .звездочка. И что-нибудь в этом духе там. Звездочка. Тилечка. Ну, трэш, короче. Вот. А если disk clean. То он по очереди их вызовет. Вот, пожалуйста, вложен. Вот. А, all. If all. Мы теперь говорим, что еще должны быть readme. Не здесь. Вот. Вот. Как я уже говорил, традиционно считается, что должен быть в начале target all. А точнее, он первый считается. Ну, вот. На всякий случай, называем all. Вот. И сейчас мы сделаем make all, просто make или make clean, disk clean. Disk clean. Это было слово make. Вот мы все пересобрали. Вот. Тут даже какой-то readme лежит. Вот. Обратите внимание на то, что это все придумано ради того, чтобы, значит, одновременно сделать генерат с помощью того генератора, который мы сделали до этого. То есть вот зависимость такая прям вот последовательная. Мы сначала сделали файл prog, а потом с его помощью сгенерировали этот самый readme. Во. Генерат же в любом случае поменяется, если у нас изменился исходить. Тогда у вас такое, что зачем делать вверх, когда оно всегда будет проходить полностью чистое. А, вы хотите сказать, что вот сюда можно его засунуть? Ну да. Смотрите. Незачем. Но тогда вот этот readme будет неким побочным файлом. Он не указан в списке таргетов. Да. Он как бы сам собой заводится. И для того, чтобы удалить, вам надо вспомнить, что он вот здесь вот, вот в этом генерируется, как такой вот побочный генерат. Да. А тут он прямо явно здесь указан. Вот все. Это немножко как бы семантика разная. Для человека, который читает файл, здесь написано, что надо сделать вот это из вот этого. А иначе как бы тут где-то должно быть, знаете, как надо, кажется, это делается. Но это прям вот так вот, и там внизу здесь надо поставить прок. Ну, короче, так тоже можно. И это будет еще более правильно с учетом атомарности, да, что вы говорите, что генерится всегда одинаково. Прок и readme, они как бы должны быть, ну, в одно и то же время возникать. Но синтаксис более сложный, я не хочу так делать. Вот. Значит, это мы дошли до ситуации, когда у нас уже вот такой какой-то проект, он даже что-то делает. Так. Да, значит, вот то место, до которого я хотел дойти с самого начала, но забыл. У нас есть на самом деле одна неучтенная зависимость. Допустим, мы изменили инклюдник. Будет ли что-то пересобранное? Нет, не будет. Никто за вас не заглянет внутрь сишного файла, чтобы узнать, что он там инклюзит хедер файл. Таким образом, сейчас мы можем все поправить в файле outlip.h. Мэг не будет знать, что мы его, значит, поправили. Значит, где у нас этот outlip используется? Он используется в двух местах, fanc и proxy. Значит, нам надо написать отдельно, что fanc и proxy дополнительно... Дополнительно зависит от outlip h. Что? Что, не получилось? А, не си, конечно. Си же никто не делает. Си не является таргетом. Мэг не считает, что они... Он считает, что они так уже есть. О! И творец. Значит, всякий раз, когда мы меняем хоть какую-то зависимость, она вот, значит, меняется. При этом, поскольку у этого рецепта есть только зависимость, а никакого рецептурника нету, то он и не выполняется. Да? Вот у этого. Вот. Мы только знаем, что если outlip h изменился, то fanc и proxy следует перегенерить по той схеме, которую мэг угадывает вот из этого паттерна правила. Кстати, хорошим тоном является перенесение паттерна правила в начало. В начало вашего make-файла. То есть всякие семейки, они анализируют все файлы и вытаскивают из них вот такие вот инклюидные, вот такие строчки в генерированных файл? Семейк, кажется, это не умеет делать просто так. В семейке вы это тоже описываете просто на более высоковырянном языке. Я не помню. Но, в принципе, наверное, несложно, да, вот проделать это. На самом деле для мэйка тоже такая штука есть. Она называется... Господи, мы их дев, что ли? Вы его запускаете на готовом проекте, а он обшаривает его и находит вот такие зависимости, например, на клюид файлы. Круче. Можно заставить GCC? Да. GCC минус M, что ли? То ли M, то ли M. Да-да-да. О, вот. GCC может заставить это сделать. А есть, ну, какие-то простейшие утилиты, которые все это запускают поверх вашего проекта и делают генератор, скажем, для мэйк файлов таких зависимостей. Красота какая. Вот. Обратите внимание на системную, на системный инклюидинг, который туда принес, который, в общем-то, надо отфильтровать по-хорошему. Так. Бум и мы. Вот. Это что касаемо таких вот зависимостей, которые мы, значит, решили отфильтровать. Но на самом деле мы могли подглядеть в мэйк минус пэшечке. Че? Что? А. Вот. Мы могли в этом самом подглядеть, что вот. Сейчас. Вот так. И минус автор, ну, скажем, 3. Нет, тогда 4. 5. Так где? А, потому что это не здесь. Да нет же, а почему? Ну, хорошо, 8. Я не понял. А где правило для точки СИИ? А, вот оно, вот, все, вот, вот, вот. Да? Подглядеть, что на самом деле в своде правил есть уже компиляция. Причем не просто компиляция. Обратите внимание на то, что эта компиляция сопровождается использованием заранее заданных флагов компиляции. То есть у нас не просто есть правило, а правило, в котором есть некоторые... Сейчас, давайте попробуем точка О, точка СИ, да? Точка О. Во! С некоторым сложным раскрытием. Давайте попробуем этим воспользоваться. Уберем вообще вот это. И посмотрим, а станет ли хуже. Не стало. Такое правило есть. Наличие вот таких вот странных пробельцев говорит нам о том, что туда, видимо, подставились какие-то переменные. И мы даже знаем, какие на самом деле. Например, переменные C-flux. Да, спасибо. Alien, конечно. О! Вот. Значит, одно из этих мест с пробельцами, оказывается, было отведено для раскрытия переменной C-flux. И, как видите, теперь, воспользуясь болванкой по умолчанию о создании объектного файла из C-шного, мы поставили этот C-flux вообще во все, значит, во все... А где он хранит значение всех этих переменных? Просто когда мы пишем экспорт, там, название переменной значения, что мы делаем? Не-не, когда мы пишем экспорт, это команда Shell. Мы заполняем область environment в процессе. А это, извините, внутренние переменные мыйка. На языке программирования, на языке разметки мыйка. Он их хранит у себя в голове. Вот. Ну вот мы, ну, не вставили там где-то про пациенту, он так и делал, а теперь мы его убрали, и он вдруг начал это делать. Что это? Ну, переделывать ошеньку. Переделать что? Ну, пол-файла. Уже не переделывать, не переделывать. Я сказал clean. Он сначала выполнил clean. Да, да, да. У меня пальцы на автомате так пишут. Майклинул. Чтоб все сразу, значит, заново проделать. Вот. Видите, вот он, Рэмов вначале был. Да, 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 да. Ну вот. Даже disk clean не понадобился, потому что, понятное дело, нет объектиков, которые являются исходниками. Надо переделать, вот, не из чего их. Там, кстати, есть извращенный способ сделать так, чтобы, если есть прог, он не переделывался из объектиков, потому что эти объектики надо поместить как secondary target, который не очень нужно переделывать, если все равно все хорошо. Но это отдельная тема, мы сейчас на нее посмотрим. Бу-бу-бу, давайте посмотрим, как у меня решена проблема с правилами по умолчанию. Это я зря убрал, конечно. Вот. А, смотрите. И это тоже не нужно. Вот. Опять же, вот здесь вот. И вот здесь вот. Явно какие-то пробельцы для каких-то предустановленных переменных. Я думаю, что вначале там будет ldflux, а в конце ldlibs. Вот. То есть, какими параметрами запускать cc, передавая параметры этому самому компоновщику, а здесь какие библиотеки дополнительно подключать, мы помним из прошлой лекции, что их надо в конце указывать. Что сначала нужно список требуемых символов, а потом список библиотек, которые вот. Ну вот. Мы сейчас, наверное, не будем. Я не знаю, какие конкретно параметры этому ldflux надо выдавать, но что-нибудь, что-нибудь не страшное. ldflux, что можно вставить? Чтобы мы увидели, что он там есть. А, минус l большой, да, 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 да. ldflux равняется минус l точка. Хотеть скорее такой-нибудь ldlibs, наверное, но я уже не знаю. Нет, это ldflux. А, ldlibs это еще один флаг. Ну, короче, неважно. Давайте посмотрим, как это получится. О, как я и предсказывал, сюда приехал ldflux, а если мы еще, допустим, скажем, что скомпилируем с библиотекой libmas, которую мы не используем, но все равно. ldlibs. Это то, что мы сделали, кстати, в прошлый раз, когда с курсами работали. Минус lm. А вот и он. Не понадобилось. Значит, компоновщик сказал, не нужда вам эта библиотека. Вы ее не используете. Ну вот, значит, тем самым мы с вами обратились к умолчаниям, да. Понятное дело, что вот здесь вот эту строчку удалить нельзя по вполне причине, потому что из каких объектов она состоит, совершенно неизвестно. Вот. И так далее. Вот. А теперь давайте немножко, значит, немножко слегка подумаем о том, как эту самую многофайловую сборку, сейчас мы это вот сюда сходим, тут будет рецепт, раз уж я не доделал. Во. Значит, что такое статическая библиотека? Статическая библиотека — это просто объектники, сложенные в один файл, с помощью вы будете сменяться программой архиватора. Она называется R. Просто заархивированные. Да, в какой-то момент в этот архиватор, точнее в интерфейс работы с ним, добавили инструменты работы с содержимым символами внутри него, но смысл именно в том, вы просто складываете много объектников в один, говорите, вот с этим компонуйся, дорогой, дорогое LD. Вот. Как это выглядит? Давайте воспользуемся утилитой NM и посмотрим, я сказал звездочка .o, и только я промахнулся, и посмотрим, вот. Вот видите, у нас в файле const.o есть определенный символ count, в файле fun.o есть неопределенный символ count и fprint, а также print и stdr. это все, что мы берем из стандартной библиотеки C, зато есть определенный символ output и символ usage. Это функции наши. И в файле прог есть неопределенный count, определенный, разумеется, main, неопределенный usage. Если все это смешать вместе, то получится, что все эти символы объединятся, нам не хватит только printf и stdr, которые из стандартной библиотеки C к нам приезжают, они лежат там. Предположительно, у нас программой является прок.o, а fun.o и const.o это библиотека. Давайте так и поступим. Давайте мы соберем из них библиотеку. Я даже не помню, какой командой. Мы это узнаем сейчас. Вот здесь есть. вот, rcs.o, да? r минус rcs, либо out.o, что там, count, const.o и fan.o. вот, только не o.o, а a.o, она же arch. Вот. О, смотрите. Мало разницы с этим. Мы просто заглянули в эту библиотеку, а там есть два компонента, const, fan, и у них такие функции. Ну вот, давайте попробуем cc, значит, что у нас. прок.o минус l.o потому что, да, минус l out минус o.o Что сейчас произошло? Мы скомпоновали нашу программу прок.o, наш объектник pro.o с библиотекой под названием libout. Слово lib, значит, суффикс lib был удален. Вот. Значит, и вот собрали программу прог, она, значит, у нас даже, вон, ее функции, значит, статически они все удовлетворены, те, которые мы задали. Вот output, да, вот, где он там. Ну, не помню. Ну, в общем, удовлетворены. Есть неудовлетворенные функции, видите, libc, start, printf, наверное. Вот. Потому что мы-то нашу библиотеку сделали динамически, а библиотека libc, из которой мы собирали, она статическая. Мы можем даже сказать вот так вот. Посмотреть, что прог наш занимает 19 килобайтов, а потом сказать вот так вот. Чувствовали, как она полсекунды подумала? И она уже сразу занимает почти 3 мегабайта. Там есть вообще все символы, которые есть в библиотеке libc. Вот они. Ну, короче. Почти 2000 штук. Ничего удивительного, что она занимает 2-3 мегабайта вместо, значит, зато там нет никаких ссылок на внешней библиотеке, никакой подгрузки библиотеки в момент запуска, вот статическая сборка, все вот так. Так. Блум, блум, блум. Любов. А в каких случаях это может быть? Что? Нужно? Вот такая вот предоставивание. Бинарник, который вы запускаете в непонятной среде с непонятными библиотеками, только знаете, что там ядро линус. Вот, например, наша сборочница, которая собирает пакеты, когда она разворачивается на пустом месте, она стоит пустой черут. Вот пустой черут кладет RPM статически собранный, Shell статически собранный, еще что-то такое там. Какой файн. Да, вот буквально там пяток утилиц статически собранный. С их помощью она начинает ставить другие пакеты туда. Вот. А там иначе ничего нет просто изначально. Это нормальная стратегия, что заготовить объект, и доскачивается. Да, да, да. Более того, всякая пропаритарщина очень любит, знаешь, вы вот, когда вы под винду ставите какой-то непонятный клиент, а он занимает гигабайт. Как вы думаете, почему? Потому что в нем вообще все библиотеки, надеются, что в винде что-то будет довольно тяжело. Или вы скачиваете какой-нибудь пропаритарный же клиент под Linux. А выясняется, что у него системных зависимостей, там, липси, и все. Остальное у него с собой. Потому что альтернатива, сейчас вы поймете, почему альтернатива хуже, в случае, если вы не работаете в составе дистрибутива, а делаете всякую пропаритарщину. Альтернатива это собрать динамическую библиотеку. Давайте только сначала проделаем такой жуткий эксперимент. Воспользуемся не очень очевидным дефолтом для сборки статических библиотек в мейке. Я на него потратил некоторое время синтаксис вот такой. Он на самом деле очевидный, поскольку любаут это архив, то мы говорим, что мы собираем этот архив из двух компонентов любаута фун о и любаута конст о. А этот синтаксис просто позволяет это указать чуть более читаемо. вот Арсений тут сидит делает такое как это правильно сказать недоверчивое лицо. Неизвестно насколько это читаемо чем что-то. Но выглядит красиво. При этом мы обязаны будем пометить оба этих компонента как secondary потому что они больше не существуют в виде файлов в системе. Они существуют только в виде компонентов внутри А. Если их не пометь как secondary каждый раз мы их будем перегенерировать. Давайте это сделаем. да а это что нет и точно у меня уже как бы было мне плохо когда все это делал но да все-таки это сделаем значит что мы хотим мы добавляем в генерат еще либо вот точка а вот так мы сюда говорим что либо точка а да вот 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 все тоже надо вписать да вот где-то здесь и вот это значит любого точка ой любого точка вернись все прощу сейчас погоди да ладно тебе ладно окей оказалось что он не хочет ну ладно давайте сделаем вот так а потом я плюсики удалю так же можно сделать удалить плюсики вот вот значит таким образом у нас будет генерируется библиотека а тот факт что у нас точка о программ вообще не будет там значит не будет упомянут и здесь мы укажем ее здесь кстати будет использован другой синдексис за счет другой синдексис без ключа минус l вообще он нам не нужен тут можно убрать минус l большая точка говорил что библиотеку которую мы говорим включи минус l маленькая можно искать в том числе в текущем каталоге в точке вот а минус lm ну вот как сейчас мы это сделали сейчас нет там можно ничего не указывать там можно указать прямо файл с библиотек и он с ним соберет мы делали вот так вот смотрите l точка значит библиотека либо вот будет искать в текущем каталоге и минус l out кстати есть такая библиотека которая называется libiberty libiberty в ней обычно используют под всякой винду или странными операционными системами в котором не хватает функций ну типа их не хватает а вам полная свобода мы тут их собрали вот они она libiberty потому что в командной строке она выглядит как минус liberty там флорик lib значит убирается значит l прибавляется ну в общем такая ну вот значит вместо вот такого синтаксиса мы воспользуемся синтаксисом когда мы просто указываем библиотеку в качестве одного из исходников вот так 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 вот это я не понимаю зачем правда не понимаю возможно надо возможно это какой-то костыль и кажется это все кажется она должна заработать о вон какая какая развесистая количество заданий значит по такому простому makefile нас преследует мы скомпилировали до объектника все файлы мы собрали из этого из одного файла библиотеку мы добавили в него еще одну еще один файл вот он вот эта команда а это диагностика и дальше мы вот просто вот так вот его собрали обратите внимание на то что значит либо вот приехал как просто target в смысле как просто source так тоже работает вот такая вот автоматизация обратите внимание на то что я в общем ничего не писал руками только состав этих наших библиотек состав бинарника ни одной команды компиляции кроме реальной ручной сборки readme здесь не присутствует это значит первый способ прок продолжает работать readme у нас есть да прок мы когда с вами будем говорить про тесты мы еще скажем что тут можно тесты запустить запустить прок на каких-то стандартном вводе туда что-нибудь перенаправить потом проверить целый фреймворк притащить ну короче разработка как она есть только такая хардкорная низкоуровная это первый вариант еще есть вариант собрать его с динамической библиотекой собственно смотрите сейчас наша сборка она такая промежуточная наша библиотека в нее приехала целиком как статическая но на самом деле она зависит как минимум от липси с которой он собран динамической и это подтверждается тем что что там есть undefined символы и эти символы все как на подбор являются символами из библиотеки липси f printf и printf вот ну и всякие вот такие вот штуки собственно липси старт это начало как это ну короче то что перед нейном выполняется оно тоже должно быть вызвано вот значит давайте соберем динамическую библиотеку это совершенно несложно единственное что нам значит надо сделать это вспомнить что динамическая библиотека загружается в память в момент старта вашей программы если еще там не было и она неразделяемая ну в смысле ее надо разделять куда она загружается в какое место в памяти а фиг знает потому что фиг знает сколько еще разделяемых библиотек было загружено до этого то есть код вашей динамической библиотеки должен быть позиционно независимым вот если вы вспоминаете курс ассамблера да вот никаких никакой абсолютной адресации не должно быть потому что мы не знаем в каком месте в памяти точно адрес ее начало вот где будут лежать ее локальные переменные или глобальные переменные в этой библиотеке никто не знает где какой будет адрес функции чего-то никто не знает вот алексей у вас опять немножко говорит вас магия слов машинной зависимости позиционной зависимости это очень разные вещи нам просто не должно быть абсолютной адресации внутри этого кода и больше ничего можно посмотреть есть кажется я сподобился и написал некоторый текст про позиционную независимость в вот этот проект курса первого второго семестра по рискваеву вместо x86 там есть но в принципе это вот это такая общая тема вообще-то вам ее на осях рассказывали всем здесь присутствуют не вижу вижу сардонической ухмылки не вижу энтузиазма окей ну в общем к сожалению это не тема нашего разговора хотя я мог бы про это рассказать динамическая библиотека значит что мы должны сделать для начала мы должны должны все флакс сказать минус f пик вот во-вторых теперь у нас позиционно независимость вот фпик позиционно независимо давайте дайте знать что сделаем у нас же есть время еще чуть-чуть релокейт был убираем фпик барабан и дробь будет там не будет там релокейт или будет как вы думаете зараза релокейт ой она по-другому релокейт и был ну-ка нет такая же да регенерируется сейчас все будет ну ладно релокейт может быть может быть делаем релокейт слушайте релокейт это другое это не позиционно депендент давайте вот что сделаем давайте проведем другой эксперимент давайте мы попробуем собрать без этого ключа и посмотрим какая будет диагностика при попытке эту библиотеку собрать вот и так будет понятнее прошу прощения а зачем нам в 14-ой строке под свой еще раз абсолютно незачем тут должно быть пробка точка а ну не важно значит значит что мы хотим мы хотим собрать библиотеку cc значит что у нас fan.o const.o а потому что потому что потому что блин потому что он их удалил он не считает их таргетами хорошо точка о да cc fan.o const.o минус шарит минус o lib out точка со о он говорит перекомпилируйте с fpink хорошо давайте посмотрим может быть здесь написано что fan.o что он что он неправильного формата чё я забыл как выждал или или дельф минус во окей давайте тогда это слишком много давайте мы сделаем по-другому давайте мы это запишем в файл old перекомпилируем его с fpink и сравним эти два выдачи так это неинтересно слушайте к стыду своему я не не придумал возможно это надо не забыть сделать дома я не придумал как их различить как различить файл собранный с fpink и без fpink возможно никак но он же как-то это разный тип релокации вот здесь вот в разденье нет 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 да вот все вот дело в том что этих все я понял дело в том что их не два вида на самом деле есть нерелацируем есть куча разных релацируемых разных типов релокации арсений правильно сказал вот в чем они отличаются у них вот в заголовках здесь написано вот так а здесь вот так вот тут через global offset table релокации происходит год вот а здесь прям сразу взяли и скомпилировали вот в этом и в этом разница про год тоже довольно извращенная штука про нее тоже должны были рассказывать во всех во всех если не рассказывали то можно где-нибудь попробовать найти это очень веселая вещь вот ну если очень коротко вот вы загрузили в библиотеку непонятное место в памяти как вызвать из нее функцию вы не знаете где она лежит вы должны сначала выдать специальную функцию которая найдет эту функцию и запомнит этот адрес и вызовет а во второй раз опять ее вызывать нет поэтому она найдет эту функцию запомнит адрес запишет этот адрес куда-то прямо в мозг вашей программы и в следующий раз будет переход по этому адресу ну в общем вот global offset table там что это год и плт в момент когда она загружена в память уже неважно в момент когда она загружается конечно а если не постоянно они не постоянно друг друга в памяти сменяются вы же один раз загружаете вы формируете память для ваших программ вопрос в том в каком порядке это вопрос нерешаемый некоторые из них там уже есть да потому что они загружены соседним процессом ну короче так ну ладно давайте продолжим наше упражнение и так мы решим мы поняли что нам нужно чтобы он был пик файлы да вот минус шарит ну конечно make const.omake вот вот мы можем теперь cc прок . ну хорошо make proc . cc прок . минус l . минус loud минус опрок вот 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 она теперь динамичка собрана с нашей библиотеки только она ее не как это а посылку вам не отдам потому что у вас документов нет вот почему так потому что вообще-то никто не знает и в том числе вот эта вот штука которая называется ld linux s86 загрузчик не знает где лежит ваша разделяемая библиотека под названием либо вот точка со с которого только что программа собрали вот вы должны специальной переменной указать что это текущий каталог ну это кролок где эта библиотека лежит и только после этого запускать программу и они таки она таки доработает вот соответственно если модифицировать наш файл то выглядит это примерно так значит теперь у нас эта точка со здесь и в пик понятно вот эту страшную бодягу мы значит сейчас а с динамической библиотекой я так и не сделал сборку ну давайте попробуем руками это сделать да значит здесь мы просто напишем вот так вот да значит здесь либо вот я очень долго пытался заставить заставить гцц по умолчанию собирать без правил со библиотеку из исходников там какие-то наметки на это есть но они страшные в общем это явно уже не гцц мэйк библиотеку мэйк собирать со из исходников но на самом деле так делать не надо потому что там слишком много зависимости от структуры вашего исходного кода и написать одно такое правило которое вдруг все вот это вот так вот внезапно соберет это очень сложно поэтому мы сейчас сами напишем все это значит что у нас там fun.o const.o да cc кстати cc не обязательно gcc любой компилятор это должен уметь что у нас там сначала эти самые target source минус o target а мне кажется это все вот прям все да 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 конечно так где-то слово минус шарит должно быть а а чё там есть процентик крышечка вверх надо иметь процентик на доллар или еще платарный доллар почему на доллар потому что мы обычно доллар там пишем 16 строке а что написано да 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 16 строке фу ё я я видимо у меня видимо пора заканчивать все спасибо что здесь нету слова шарит мне не нравится что здесь нету шла шает для должно быть слушать вот здесь и должно быть слушать ну пробуем чаще а прямо прямо сейчас ну давайте прямо сейчас напишем да это вот здесь вот здесь для этого нам нужно несколько короче так просто не получится сейчас дайте попробуем а а здесь кстати сработает да здесь л . не сработает понятное дело тушникой л . нету нам все равно нужно указать а вот здесь вот мы наверное можем сделать попробуем так л.д. флакс нет так короче давайте сначала так попробуем мне кажется так будет работать сейчас во первых любого то надо удалить потому что вот вот все заработал вот видите значит л . не понадобилось потому что есть такой синтекс просто библиотеку указывать в качестве одного из исходников но если очень хочется можно даже через л . сделать но опять таки мы тогда лишимся лишимся вот этого места нам придется здесь писать значит руками эту сборку или не придется сейчас давайте попробуем что мы должны сделать здесь мы убираем здесь говорим а значит смотрите у нас нет нормального способа тогда указать зависимости на исходники этой библиотеки если мы используем вариант л . на каком основании мы вообще будет знать что вот этот прок . о при изменении этого самого любого . сон надо менять ни на каком поэтому так проще я вообще ответил на вопрос по л . или надо пояснять мы могли собрать нашу библиотеку так как мы это собирали вот здесь вот да нужно либо клинить каждый раз да но нам либо нужно клинить каждый раз либо связанные таргеты делать чтобы их каждый раз пересобирать вот либо да либо либо использовать вот этот синтаксис который тоже вполне себе вполне себе даю как бы даст пригодный вот просто если мы делаем вот так вот то вот здесь будет написано прог зависит только от прок . о и откуда она узнает что либо вот надо тоже пересобирать а вот я порылся порылся в документации по мэйку такой штуки как фиктивный таргет который указан но собирать но как бы вставлять его не надо такой штуки нет ну мы можем стать что можем сделать я все я понял мы можем сделать мы можем сделать довольно легко да да cc доллар первый файл минус или . ну как бы а ну нам все равно придется руками делать забить ну мы минус или . минус чё там loud минус о доллар таргет вот так вот так вот можно сделать тогда будет работать но придется писать эту строчку руками мне кажется так будет тоже работать ну-ка чё а ну да ну вот вот так так она тоже работает понятное дело только вот мы взяли написали вот эту сборку руками ну вот значит это что касается практической части от того о чем мы сегодня говорили осталось минут пять наверное да на то чтобы поговорить про все остальное документации по мэйку очень очень много главное не пытаться прочесть ее всю потому что это жуткий совершенно конгломерацию за много лет туда ну жутки в смысле объема за много лет туда намекали огромное количество функциональности низкоуровневых систем сборки аналогичных мэйку много самый модный пожалуй это ниндзя вот ниндзабилд но у ниндзи есть важные отличия от мэйка это вообще не инструмент для ручного написания профилей сборки ниндзя принципиально разработан чтобы сделать на вискорном каком-то языке сделать генерат а он потом сделает ниндзю а на это название этой ниндзи значит будет прийти сборка вот этот инструмент вокруг ниндзя кажется называется этот самый господи а можно такой вопрос в какой вообще в этот момент нужно понять что нам не подходит система выскоуровневой сборки и нам нужно писать мэйку наоборот вы в какой-то момент поймете что вы устали писать бесконечно длинный мэйк руками и начнете осваивать высоковырневую систему по типу семейка в обратную сторону пути нет то есть это неправильно начинать проект с того что мы сразу же используем семейк по крайней мере мы так не делаем естественно в какой-то момент вам придется перейти если этот проект большой и там дофига всего вам придется перейти скажем на семейк но лучше кстати на мизон он называется мизон мизон билд это прям модная современная штука у меня к мизону есть только одна претензия что что а вот мы об этом поговорим следующий раз вот почему нам мэйк или после следующего ну короче почему нас мэйк не удовлетворили вот как вот вот все то что не умеет мэйк да умеет всякий билдер типа мизон кумы и еще есть вот семейк вот я рекомендую мизон если вам нужно вот значит главная проблема всех этих инструментов там убрана под капот максимальное количество действий связанных с адаптацией с вашим вашим сборочным украшением и так далее и вы не очень понимаете почему что то работает а что то нет вот то есть вы вы какие то прожимаете какие то кнопочки всем особенно семейк этим почему то грешит то есть там есть документация там есть все ну вот в какой то момент вы перестаете почему работать так они вот в моих слава богу все жестко прибита гвоздика мы просто видите вот весь всю структуру но зато семейк вы делаете проектом на десять строчек у нас фига библиотеки шмиротеки вот это все то же самое с мизоном вот да вот это все помимо значит вот тут тут есть ссылка тысячи их их может быть и не тысячи тысячи это мемасик но их десятки вот реально вот помимо значит того что этих инструментов очень много обеих из них такой самый известный есть еще целая куча инструментов в которых не вводится новый язык и вы условно говоря программируя на джава пишите профиль сборки на джава вов или этот господи не к столу будет сказано скотт что то что другое выглядит ну а нет а да 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 дует да вот у нас была на практике такая штука у нас будет весной вот ровно для этого но помните я уже я даже когда дует рассказывал я жаловался что как это сказать не все он умеет дует это же как бы тоск ориентированная штука и все вот остальные вещи по простая ему зависимости вы берете на себя потому что будет оттаск вот он зависит от этого вот и вот значит да дует ну и в общем на каждом языке программирования даже на php есть какой-то инструмент который написан на этом языке программирования и конфиг файл делать на этом языке программирования как правило на примере дует это хорошо видно все эти инструменты синтактически гораздо более тяжелые чем декларативный инструмент моих потому что он декларативно как только мы с декларативного на императивный формат представления надо вызвать функцию которая зависит от которой используется дальше переменные и присвоить все да все это приходится писать другое дело что профессиональные программисты на том же java они и так пишут 20 киловайтов кода в день минимум чем написать 10 строчек лишних 15 вот значит про более высокие уровни про инструмент генерации сборочных сценариев мы поговорим на какой-то из следующих лет домашнее задание она слегка упростилась прошлого года потому что фактически мы уже видели пример такой сборки сегодня на лекциях а раньше до этого не доходил вам нужно сделать взять вот этот вот пример выбросить наверное оттуда вот эти странные формирования точка а из компонентов по дефолту а сделать их руками вот как мы это делали в командной строке и сделать такой пример который собирает три разных бинарника бинарник полностью из объектных файлов бинарник с используем статические библиотеки бинарник с помощью динамической библиотеки и дальше сделать цель тест который запускает три этих бинарник и просто с помощью там cmp или диффа cmp сравнивать что эти файлы одинаковы cmp просто возвращает статус ошибки если не нулевой если они не а если файлы разные вот и все все это очень простая задачка вот не забывайте промык клин она просто на то чтобы еще немножко потыкать пальцами в make файл вот вот и вся домашняя задания вот значит какие есть вопросы на эту тему что-то нас сегодня мало в ютубчиков вообще есть такое ощущение что мейк это ассамблер от мира сборочных языков нет скорее нельзя это ассамблер от мира сборочных языков потому что мейк это я бы сказал лишь машина от мира сборочных языков понимаете да это низкоуровневый язык но ни разу не декларирование это самый не императивный вот таск ориента типа дуэта да там где процедуры вызываются он императивный там слушайте и пытаться собрать разумеется будем потому что во всех окружениях должен собираться примерно одинаково во всех окружениях а сказал человек который пытается это сделать в никсосе ну знаете что думаю что мы с вами этот вопрос решим персонально ну потому что я не вижу никакой причине причины вас ограничивать в ваших страданиях это дело совершенно добровольные вот а значит при этом пытаться наводить какой-то наводить какой-то автоматизм это значит обрекать себя на неограниченные страдания это я не хочу вот значит значит что у нас будет на следующей лекции на следующей лекции у нас будет мы немножко немножко отпадем от от за счет задачи вот от этих моих файлов от этих кишок значит этого самого кишок бинарных и объектных файлов в линуксе и мы займемся еще более тяжелым извращением а именно будем писать на шель вас почему это является частью курса сборка под линукс потому что вы увидя видя проект на линукс под линукс очень часто будете встречать какие-то куски кода на шель в том числе довольно такие прихотливые потому что как правило если что-то человек не может написать в синтексе системе сборки он пишет все скрипт а это значит что там логика какая-то эдакая так что так или иначе владение shell скриптингом вам понадобится вот у нас целая лекция будет этому посвящен все если нет вопросов то всем спасибо вот и до встречи через неделю